Тема нашей сегодняшней встречи это грамотная, классная, красивая реклама вашего бизнеса. За основу мы возьмем площадочку Hackney PR, это абсолютно новая площадка с основателем которой я являюсь. И сегодня я вам покажу все фишечки, все методики, как там рекламироваться максимально продуктивно. Разберем мы с вами три ключевых вопроса. Вопрос номер один, это как рекламироваться абсолютно бесплатно. Если эта тема вас интересовала когда-либо, то вы сегодня пришли туда, куда надо. Вторая тема, это как рекламироваться за копеечки. И третья тема, это реклама на VIP-условиях. И пойдем, наверное, с самого простецкого, что же за сервис Hackney PR, как он выглядит. А выглядит он, собственно, вот так, абсолютно новый сервис. Мы буквально три месяца назад его сделали, а на сегодняшний день мы собрали уже более 7 тысяч пользователей на сервисе. Аудитория с каждым днем у нас все растет и растет и растет. Почему? Сегодня мы, собственно, разберемся, да, какие у нас есть фишечки, плюшечки и так далее. Те, кто еще не зарегистрирован на сервисе, рекомендую это сделать. Либо обратитесь непосредственно к тому человеку, который вас сегодня пригласил на данную встречу. Ну, а либо просто в гуглик бейте, хакни пиар, да и все. Вот так вот в гугл заходите, пишите хакни пиар, пиар. И вот он, собственно, самый первый у вас выскочит. Вот так вот. Хак пиар – лучшая площадка для рекламы и пиара, да. Здесь, собственно, ничего сложного. Регистрация у нас простая. Либо через почту, ну, как по классике, да, почта плюс пароль, либо через ВК. Сейчас выйду, покажу. По почте регистрируемся через кнопку «Регистрация». Если через ВК хотите, просто нажимаете «Вход через ВК», вот здесь на кнопочку, и у вас создастся кабинет, данные которого будут взяты на основе вашей страницы ВКонтакте. Думаю, здесь, собственно, ничего сложного. И теперь поехали непосредственно по темам, да. Как рекламироваться на данном сервисе абсолютно бесплатно? Прежде всего, ребят, вы должны понимать, что наш сервис, сервис хакни пиар, это не классический сервис. Конечно, здесь есть некоторые моменты, некоторые блоки, некоторые аспекты, которые могут быть вам знакомы. Но по большей части все эти блоки переработаны и работают немножко по-другому, не так, как на подобных сервисах. Ну, возьмем, например, вип-лента, да, вот эта лента вип-пользователей. Вот кто встречал такую ленту на подобных сервисах? Напишите, пожалуйста, в чате. Кто вообще знает, зачем она нужна? Вот что вот это вообще за лента? Как она работает? Кто вообще такое встречал на каких-либо сервисах? Напишите «Я» там или «Плюс» поставьте, дайте какую-нибудь обратную связь. Что, никто не встречал? Окей, хорошо, вижу, плюсы пошли. Видимо, у нас небольшая задержка. Я встречал для продвижения своих бизнес-предложений. Да, все верно. Смотрите, чаще всего подобная лента вип-пользователей дается доступно только для вип-пользователей данного сервиса. В нашем же случае, в случае сервиса Hackney PR, эта лента доступна абсолютно любому пользователю. Неважно, на каком вы статусе, вы вип-партнер или у вас фри-статус, вот бесплатный статус, да, вы без проблем можете сюда добавиться и рекламироваться бесплатно. Это первое, да. Ну, дальше мы сейчас разберем. Я просто показал вот такие вот наглядные отличия. И каждый последующий блок, который будет для вас, ну, как бы, вроде бы узнаваем, он в любом случае будет переработан, сделан максимально классно, максимально удобно и максимально выгодно. Ну, теперь давайте не пойдем непосредственно по теме. Смотрите, ребят, чтобы рекламироваться на сервисе Hackney PR абсолютно бесплатно, без каких-либо вообще дополнительных вложений, вам необходимо одно. Это пройти ротацию. Кто знает, что такое ротация, пишите, ну, не знаю, там, циферку 7 в чате, да. После того, как вы пройдете регистрацию, вам необходимо будет зайти в настройки профиля, заполнить свой профиль, естественно, зайти потом в раздел управления аккаунтами ВК, добавить аккаунт ВК. Если вы не регистрировались через ВК, если вы регистрировались через почту, ну, в любом случае, загляните сюда, в этот раздел привяжите свой аккаунт ВК и пройдите первичную ротацию. Что такое ротация, думаю, здесь многие уже знают, что это такое, да. Система вам предложит добавить 20 человек. Друзья, вы их добавляете, все, вы находитесь в списках ротаций. Как только вы пройдете эту ротацию, вам все бесплатные функции становятся доступны. Что за бесплатные функции? Теперь поехали. Первое, это лента ВИП-пользователей, то есть сюда вы сможете добавляться без проблем, как только пройдете ротацию. Здесь даже кнопочка есть, да, если вы не на ВИПе, то пройдите ротацию, вы добавитесь. Зачем эта лента нужна? Ну, во-первых, вы будете часто мелькать на сервисе, во-вторых, если нажать на вашу аватарочку, это вот статус ВИП, да, давайте найдем, у кого нет ВИПа. Тоже ВИП. Что у нас тут, одни ВИПы? А, нет, вот, пожалуйста, статус 3, да, это человек, который работает на бесплатной основе. Я сейчас нажал на аватарочку данного пользователя и вижу ее бизнес-предложения плюс все ее социальные сети, которые она привязала в разделе настройки профиля. То есть, таким образом, вы уже сможете предлагать, продвигать ваше бизнес-предложение совершенно бесплатно. Следующее место, где вы сможете продвигать ваше бизнес-предложение совершенно бесплатно, это сторис. На самом деле, вообще, это наша гордость, гордость нашего сервиса. Я не скажу, что мы первые, кто, в принципе, придумал сторис, потому что сторис придумали до нас, это был Инстаграм, потом ВК подхватил эту идею. Но подобные сервисы, сервисы по рекламе, по пиару, по ротациям, мы первые и на данный момент единственные, кто внедрили данную функцию. Кто знает, что такое сторис, вообще, как с ними работать, поставьте, пожалуйста, цифру 9, я гляну вашу обратную связь. Семерочки, да, их много, не только для ВИПов. Это круто, тем более бесплатно. Будут сторис с картинками, а не видео. С картинками работаем над картинками, пока что с видео. Да, смотрите, давайте разберем непосредственно по сторис. Что такое сторис? Сторис – это короткий видеоролик. Как принято в Инстаграме и ВК, и в Фейсбуке, по-моему, кстати, тоже и сторисы, да. Ну, как принято вот в этих гигантах, да, социальных сетей, у них что, идет 15 секунд какой-то видеоролик там со звуком и так далее. Но в чем кардинальное отличие наших сторис от сторис в любой другой социальной сети? И дело в том, что мы в своих сторис разрешаем ставить абсолютно любую ссылку вот сюда. То есть смотрите, в чем суть. Если вы работаете со сторисами на Инстаграм, вы в принципе не можете туда подгружать никакую ссылку, если у вас нет 10 тысяч подписчиков. Ну, признайтесь честно, у кого из вас в данный момент сейчас есть 10 тысяч подписчиков? Вот у меня, например, 2 тысячи подписчиков, да. То есть, ну, все, как бы, сторис для меня закрытый. Я не могу туда ставить никакую ссылку, а хотел бы. Если мы возьмем, в пример, социальную сеть ВКонтакте, та же самая история. Ссылочку туда ставить можно, но, естественно, есть ограничения. Какое ограничение? Правильно, ссылку можно ставить только внутри социальной сети ВКонтакте. Ссылку на пост, ссылку на группу и так далее, но никакую внешнюю ссылку. Только у нас вы можете загружать сторис и пилить сюда абсолютно любую ссылку. Хоть реферальную, хоть на сендлер, да хоть куда вообще, абсолютно любую ссылочку. Принцип здесь простой. Пишите ссылку, пишите текст на кнопке, загружаете сюда заранее записанный сторис. Но обычно, как мы это делаем, мы скачиваем готовый сторис с Инстаграма или из ВК, выбираем это файлом, дело у себя на компьютере. Подгружаем и все, собственно, сторис разместился. Если нужно, еще добавляйте обложечку. Нажимаем разместить, и это, ребята, бесплатно. Как выглядят сторис? Ну, давайте посмотрим. Вот так вот выглядит сторис. Вот человек Красильников Николай, да, один сторис добавил вот у него, листай вверх, смотри, подробнее на кнопке написано. Нажимаем. Что у нас открывается у него? У него открывается YouTube. Он поставил сюда ссылочку на свой YouTube. Видимо, личный видеоролик. Сейчас посмотрим. Ради интересного. Просто интересно. Ага. Кстати, да, частенько слышу про эту компанию. Видимо, новая на рынок зашла. Да, сейчас вот этот легион. Вот ее сейчас активно качают именно на нашем сервисе. Вот так работают, ребят, сторис. Здесь по классике. Влево-вправо все это дело щелкается. Можно предыдущий посмотреть, можно следующий посмотреть. Если не нравится, можно звук отрубить. Все, ребят. В принципе, с этим мы с вами разобрались. Давайте сейчас зарезюмируем, что у нас на данный момент есть. Во-первых, мы вот сюда можем бесплатно добавляться в ленту VIP пользователей. И причем человек со стороны, допустим, да, который не знает всех вот этих фишечек нашего сервиса, он может зайти и скажет, блин, там, не знаю, там, Михаил, да, Михаил Марков, насколько я помню фамилия. Михаил там, ух ты, нифига себе, у него тут VIP купил. Значит, и мне тоже надо здесь купить. Наверное, здесь круто, да. Хотя Михаил, допустим, в данный момент может быть вообще на фри статусе. Ну, Михаил на VIP, молодец, классно. Вот она, допустим, на статусе фри. И вот так вот со стороны вообще не отличишь VIP это или фри пользователи. Следующая. Это функция Stories. Ну, просто меня гордость разбирает за эту функцию. Мы первые, единственные, кто это сделали. И мне кажется, еще очень долго кто не сможет такое реализовать. Ладно, едем дальше. Следующее, что вам доступно, это лента постов. Лента постов по типу ленты в ВК. То есть, вот эта вот новостная лента, лента новостей. То есть, у нас, в принципе, реализовано то же самое. Вы без каких-либо ограничений, без каких-либо проблем можете просто заходить и просто делать публикации в эту ленту. Плюс ко всему, плюс ко всему, вам еще и добавлены ручные подъемы вашего поста. Что такое ручные подъемы? Ну, вот смотрите, я буквально 10 минут назад перед вебинаром разместил пост, да, о том, что будет вебинар там и так далее. Заходите по ссылочке, смотрите, подгрузил сюда, естественно, картиночку. И следующий человек, когда разместил свой пост, мой пост, естественно, вниз сместился. И чтобы мой пост совсем уж вниз не потерялся, мне таких подъемов доступно 10 штук на день. Ну, на сутки, да. Если мне их мало, я их могу докупить. Но, в принципе, мне их дают по 10 каждый день. То есть, и вам, и это бесплатно. Если ваш пост куда-то вниз улетел, нажимаете кнопочку «Поднять в топ», и, собственно, все. Вот он, ваш пост на самом верху. Это очень круто. У випов есть еще и автоподъемы, но мы до этого дойдем. Давайте сейчас зарезюмируем. Еще раз. Вип-пользователи, лента випового пользователей. Это раз. Второе. Сторисы. Это два. Третье. Лента постов. Дальше. Что еще можно делать бесплатно на сервисе? Ну, естественно, сами по себе ротации. Проходите ротации, набивайте кучу себе подписчиков ВКонтакте. Я не скажу, что у нас прям вах, какие ротации. Они сейчас ни у кого особо-то и не работают. Да, но, в принципе, мы держим планочку. Мы выдаем, ну, как сказать, я, конечно, по випам сейчас сравниваю. Но вот випы, допустим, у нас получают 10-15 человечков в день, и это, собственно, нормально. Это нормально для подобных сервисов ротации, тем более, что у нас аудитория еще небольшая. Я знаю много подобных сервисов, у которых аудитория, ну, просто огроменная, там и 50 тысяч, и 100 тысяч, и миллионные базы, а они выдают меньше, чем мы. Почему? Потому что там немножко другой принцип работы. У нас же все бесплатные функции завязаны именно на ротациях. То есть сторонний юзер, юзер со стороны зашел на сервис, он хочет что-то прорекламировать бесплатно, он проходит ротацию. То есть это плюсик к нам в копилочку, это плюсик к вам в копилочку, потому что он подписывается на ваши страницы. Неважно, вип-статус у вас или фри-статус. Если вы в ручном режиме про ротацию проходите, вы в любом случае получаете подписчиков. Это следующее. И еще один момент – это рассылка сообщений. У нас есть такая функция – рассылка сообщений. Это, конечно же, по большей части платная функция, но если вы активно работаете над своей структурой, у нас, конечно же, есть и реферальная программа. Здесь, да, заходите в раздел «Реферальная программа», берете свою ссылочку. Вот есть общая ссылка для любой социальной сети, да, есть отдельная ссылка для ВК. То есть если рекламируете через ВК, берите вторую ссылочку. Всякие там промо-материалы, картиночки для постов и так далее, все вот по этой кнопочке есть. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что если вы активно продвигаете свою партнерскую ссылку, то вы на партнеров своей первой линии, то есть кого лично вы пригласили, вы можете делать абсолютно бесплатные рассылки. То есть это, по сути, тот же самый Сэндлер, да, только через наш сервис. Нажимаем на кнопку «Рассылка сообщений» и смотрим. Создать рассылку. Рассылка по вашим партнерам. Ну, здесь ценник не указан, потому что он ноль стоит. Бесплатная рассылочка по своим партнерам. Ребята, это еще одна возможность продвигаться совершенно бесплатно. Бомбить по своим партнерам. В принципе, что касается бесплатной рекламы, на этом все. У кого на данный момент нет вопросов, ставьте, пожалуйста, циферку 15 и поедем дальше. Дальше мы пойдем к платной рекламе, но она, условно говоря, платная, потому что она стоит прям совсем уж копеечки, копиюшечки. И вы сейчас сами посмотрите на ценники и засмеетесь. Ладно, я пока почитаю чат. Видеоконтент рулит, Андрей, да, всегда есть время сделать видео. Пусть так, здесь что-то про видео идет. Фотошопе делать по кадру, анимацию. Так, здесь какие-то видео, какие-то анимации. Ладно, не по теме немного. Вроде бы канал. Так, понятно, у меня партнеры почему-то не читают то, что я отправляю. Ну, расширяйте партнерскую базу, ничего страшного, начнут. Масса всегда превращается в кассу, так что, если даже 1% людей прочитает, это уже хорошо. Если, например, у вас там 10 тысяч партнеров, да, как бы это неплохо. Все зависит от количества. Да, тем более, что сейчас лето, шашлыки, речка, море и так далее. Ладно. Окей, с этим вопросом мы разобрались. По бесплатной рекламе мы закрыли. Давайте, ребята, еще раз. Хотите рекламироваться бесплатно? Ну, вот совсем прям туго с деньгами. Да, я понимаю, лето сейчас, да, не хочется там вообще никаких движений лишних делать. Хотите делать это бесплатно? Без проблем. Хак не пиар вам в помощь. Заходите и рекламируйтесь абсолютно бесплатно. Как нас найти? Я, в принципе, уже лучше показал. Прям в гугле вбиваете. Хак не пиар. Вот они. Самые первые мы выскакиваем. Заходите, регистрируйтесь и начинаете рекламироваться совершенно бесплатно. Едем дальше. Вопрос второй. Это платная реклама, условно платная реклама. Какие у нас есть возможности? Во-первых, у нас справа есть вот такая вот каруселька, да, ну, такие блоки с карусельками. То есть сюда вы можете разместить любую свою рекламку с картинкой. Это все будет очень красиво выглядеть. Люди сюда частенько нажимают. Ну, опять же, все зависит от того, конечно, как вы настроите рекламу. Но вот такие вот яркие, например, да, картиночки, ну, на них прям хочется нажать. Давайте посмотрим, сколько это стоит. Нажимаем кнопочку «Разместить». Здесь есть два варианта. Второй мы сейчас разберем. Мы разбираем первый. «Купить рекламу». Нажимаем кнопку «Купить рекламу». И что мы с вами видим? Введите название, да, заглавие. Кстати, надо переделать. Надо будет написать. Ребят, кто из технарей сейчас в чате? Поставьте на заметку, что введите название, а не заглавие. Ладно, окей. Вот это синенькое будет, да. Дальше. Второе. Введите рекламный текст. Это вот этот вот белый. И нажимаете сюда прям на плюсик и подгружаете какую-нибудь картиночку, да. Ну, и, собственно говоря, естественно, ссылочку, которую хотите прорекламировать. И теперь, ребят, внимание, оценник. Один день – 0,2 доллара. Расчет здесь идет по дням. Ну, допустим, поставим 30 дней. Что мы с вами видим? Правильно, 6 долларов. Ребят, на целый месяц сюда можно запулить рекламу всего за 6 долларов. Я знаю подобные сервисы, я знаю подобные площадки, у которых цена этой же самой рекламы, причем аудитория не намного-то и больше, ну, просто в 10 раз выше. Здесь эта реклама стоит просто копеечки. Ладно, едем дальше. Разместить топ-предложение. Это классная функция, которая есть практически на каждом подобном сервисе. Нажимаем кнопочку «Разместить топ-предложение». Здесь все по классике. Вводим текст предложения, вводим ссылку на ресурс и выбираем из выпадающего списка количество дней, на какое мы хотим, ну, собственно, разместить свое топ-предложение. Да, 5 дней, там 15 дней и 30 дней. Ну, естественно, я рекомендую брать на месяц, потому что здесь 43% скидка. Всего 17 долларов вам это дело обойдется. Закрываем. Едем дальше. А следующее – это платная рассылка. Платная рассылка сообщений на всех пользователей сервиса. Ребят, сейчас на данный момент на сервисе чуть более 7000 пользователей. Нажимаем «Создать рассылку». Выбираем, ну, пишем, естественно, тему сообщения, пишем текст сообщения, прикрепляем видео, скоро сюда добавится еще и фото, над этим мы работаем. Кликаем вот в этот список и выбираем «Рассылка по всем пользователям сервиса 5 долларов». Ребят, просто за 5 баксов у вас улетит рассылка на 7000 пользователей. Понятное дело, что там вопрос конверсии играет роль, понятное дело, что правильно и красиво, грамотно нужно составить сам по себе рекламный текст, но в любом случае это цена, это не цена для такой рассылки. Ага, хорошо, едем дальше. Следующий вариант платной рекламы – это видеореклама на входе. Эта функция у нас появилась совершенно недавно, это одна из новых функций, и такое подобное вы, конечно же, тоже могли видеть на подобных сервисах. Ну, как бы сейчас я про нее расскажу, для начала посмотрю вашу обратную связь в чате, что у вас тут вообще происходит. Рабочая конверсия всегда 1%, да, все верно. Фотографии можно просто брать из ВК, зашли к себе в ВК, здесь на самом деле ничего сложного, зашли к себе в ВК, выбрали вот фотографию, дочь у меня, правой кнопкой мышки нажали, копировать адрес изображения, зашли на Hackney PR, про ленту, я так понял, идет разговор сейчас, лента, я напоминаю, она как платная, как платная, так и бесплатная, да, разница только в автоподъемах, но до этого мы дойдем, и нажимаем на кнопку фото, правой кнопкой мышки перекрепить, все, ссылочка подтягивается практически отовсюду, вот оно все, все на самом деле очень просто, у нас сервис, он сам по себе более заточен под ВК, в принципе, можете обратить внимание, у нас даже дизайн более такой похож на ВК, поэтому мы за основу все-таки взяли ВК, из ВК проще всего брать ссылочку на самом деле, очень многие люди даже посты из ВК, вот посты из ВК прям копируют и вставляют, здесь на самом деле ничего сложного, не очень, понимаю сложности, все окей, ладно, едем дальше, ребят, смотрите, видеореклама, видеореклама, это у нас абсолютно новая функция, и она тоже немножко видоизменена, смотрите, по классике, по классике, видеореклама работает как, если я, например, как пользователь, нажимаю запустить видеорекламу, я пишу заголовок, да, я пишу описание этой рекламы, я вставляю ссылку на видеоролик с YouTube, дальше я пишу ссылочку на свое бизнес-предложение, выбираю по количеству дней, куда, на сколько, ой, не количество дней, а по количеству просмотров, сколько мне нужно просмотров, например, мне нужно тысячу просмотров, нажимаю запустить, все, моя реклама показывается. Где показывается моя реклама? Моя реклама показывается на входе на сайт, каждый пользователь посмотрит мою рекламу только один раз, причем он не будет иметь возможности как-то эту рекламу отключить, он не будет иметь возможности отключить там звук, закрыть вкладку и так далее, то есть как только человек попытается сделать какую-то махинацию и обойти мимо моей рекламы, которую я хочу ему показать, там есть таймер обратного отчета, который просто остановится, и он и на сайт не сможет зайти, пока не посмотрит мою видеорекламу. Длительность видеорекламы 60 секунд, и вот здесь начинается самое интересное. Почему? Потому что, во-первых, на всех подобных сервисах реклама идет намного меньше, она обычно там идет 10 секунд, 30 секунд и так далее, поэтому на подобных сервисах она дешевле. У нас, обращаю внимание, эта реклама немножко подороже, чем у остальных. 25 долларов, 40 долларов и 50 долларов. Почему это сделано? Смотрите, во-первых, это элитная функция. Что я подразумеваю под словами элитная функция? Такой видеорекламой будут пользоваться не все. То есть, ну, не каждый, да, там какой-то, не знаю, хайп-проектик сейчас стартует, что-то там люди на эмоциях летят, да, ну и что там, думаете, кто-то будет тратить деньги на такую видеорекламу, на какой-то хайп-проект, я вас умоляю, нет. Нет, не будут. Здесь стоит триггер цена. Если человек запускает такую рекламу, то с 90% долей вероятности, да, компания или то предложение, которое он рекламирует, это действительно достойное предложение, потому что какие-то хайп-проекты, они в принципе не будут тратиться на такую рекламу. Нормальные, серьезные люди, да, которые действительно зарабатывают, которые хотят предложить действительно крутой, классный проект, они с удовольствием разместят такую рекламу. И когда вы заходите на сайт и видите чью-то вип-рекламу на входе, я рекомендую к этой рекламе присмотреться, потому что вы заранее уже в голове должны будете держать. Чувак просто потратил 50 баксов на это. 50 баксов человек на это потратил. И, видимо, все-таки стоит к этому присмотреться. Поэтому здесь, во-первых, триггер цена, реклама у нас немножко дороже, чем на остальных сервисах, во-вторых, длительность. Мы не ограничиваем людей там 10 секундами, да, мы даем целую минуту. Это во-вторых. И в-третьих, нашу рекламу видят все, абсолютно все пользователи сервиса. Я знаю подобные сервисы, на которых есть видеореклама, и там знаете, что сделано? Там вип-пользователи не видят рекламу. У меня тогда вопрос, а кому вообще эта реклама показывается? Если у меня нет вип-статуса, я эту рекламу вижу. Но камон, если у меня нет вип-статуса, значит у меня, блин, бедненьких там 5 или 10 долларов нету. Тогда зачем мне вообще смотреть твою видеорекламу, если у меня нет бедных 10 долларов? Ну логично, ребят, но вот кто поддерживает? Напишите в комментариях, да, там плюсики поставьте. Но вот кто видел вот этот идиотизм, на самом деле, я сейчас прямо вот так вот скажу. Ну, я знаю подобные сервисы, на которых, да, есть видеореклама. И там тебе прямо говорят, покупай себе вип-ку, и ты не будешь ее смотреть. Че за бред? А кому тогда она будет показываться? Тем, у кого нет денег? А зачем мне тогда ее покупать? То есть логика какая? Я покупаю рекламу, которую смотрят только те, у кого нет денег. Зачем мне, блин, ее вообще покупать? Зачем? Где логика? Камон, ребят, ну это не серьезно. Мы немножко по-другому подошли к этому вопросу. И у нас рекламу видят все. И люди, у которых есть деньги, люди, у которых находятся в вип-статусе. Реклама должна показываться тем людям, блин, у которых есть деньги. Ну что за идиоти это? Я буду прямо сегодня говорить, потому что меня это больше всего возмущала. Да, платежеспособная аудитория. Меня это больше всего возмущала на подобных сервисах, потому что я далеко не первый год работаю в интернете. Я знаю, что такое проблема трафика, я знаю, что такое проблема рекламы. И меня всегда это взрывало. Зачем я трачу деньги на рекламу, которую видит неплатежеспособная аудитория? Что за идиотия? Мы этот вопрос пофиксили, да, скажем так, исправили этот баг, довели до ума видеорекламу. Вашу рекламу видят все. И платежеспособная аудитория в том числе. Это все, что касается у нас рекламы за деньги, так скажем, да, которую можно купить отдельно. Эту рекламу, вот давайте еще раз, топ-предложение, реклама справа в карусельках, видеореклама, рассылка еще по базе, по общей базе пользователей. Вся эта реклама покупается отдельно, минуя VIP-статус. То есть вы можете быть в статусе фри, да, как где вот у нас Анна, еще раз я покажу. Вы можете быть в статусе фри, но при этом вы можете покупать вот эту рекламу. Не знаю, сейчас пообновляю страничку, может быть попадется чье-то топ-предложение, кто у нас находится в статусе фри. Я, кстати, недавно видел. А нет, что-то у нас тут одни VIP-пошли. Ну, суть в чем? Суть в том, что даже не имея статуса VIP, вы можете размещать эту рекламу. Ладно, едем дальше. У нас остался на сегодня последний крайний вопрос. Это VIP-статус. Зачем вообще покупать VIP-статус? Дело в том, что VIP-статус на сервисе Hackney PR, он не такой, как на всех подобных сервисах. Но я не устану сегодня повторять эту фразу. Почему? Потому что в наш VIP-статус входит намного больше полезного, чем стоит этот VIP-статус. Смотрите. VIP-статус на сервисе стоит 10 долларов. Сейчас, внимание, вот кто дружит с математикой, ребят, вы сейчас сразу поймете выгоду. Смотрите, VIP-статус на сервисе стоит 10 долларов. В VIP-статус, вот в него включено, да, включено в VIP-статус размещение рекламы вот в этом блоке на 30 дней. То есть вы купили VIP-ку и в нее уже включена реклама вот в этом блоке на 30 дней. Насколько я помню, это у нас было 6 долларов, да. То есть 6 долларов вы уже сэкономили, на листочке сейчас я буду помечать на всякий случай. 6 долларов вы уже сэкономили только на этой рекламе. Дальше. В VIP-статус у нас входит размещение топ-предложения на 7 дней. Давайте сейчас посмотрим. 5 дней, 5 долларов, 7 дней, ну, условно говоря, там, ну, 7 долларов, да, пускай так будет. Ну, ладно, 6 долларов. Пускай, ладно, 6 будет долларов, да, на 7 дней 6 долларов. Это уже 12 долларов. И это вам не нужно оплачивать. Оно уже входит в ваш VIP-статус. Дальше поехали. Ну, первое, да, это реклама в карусельке у вас. Дальше это топ-предложение у вас входит в VIP-статус. Третье, что у вас входит в VIP-статус, это, естественно, авторотация. Авторотация на, ну, понятное дело, что такое авторотация, вам не нужно ее будет проходить вручную. Она у вас просто будет работать в автоматическом режиме и все. Ну, просто люди к вам будут добавляться и добавляться в социальную сеть ВКонтакте, и все будет круто. Дальше едем. Лента постов у нас оснащена автоподъемами для VIP-ов. То есть, ну, вот, люди в статусе free, им нужно поднимать свои посты вручную. Если у вас статус VIP, вам дается по 10 автоподъемов на сутки, которые работают каждые 2 часа. То есть, вы выбрали какой-то конкретный пост, нажали на нем, чтобы функция автоподъемов работала, каждые 2 часа этот пост будет автоматически наверх подниматься. Как только автоподъемы закончатся, у вас вот здесь появляется таймер, на котором написано, когда будут начислены следующие автоподъемы. Это если вы в статусе VIP. Дальше. Еще одна новая функция, абсолютно новая, которой у нас не было, которую мы сделали буквально несколько дней назад, это автопостинг ВКонтакте. Мы очень долго бились за эту функцию. Мы, не знаю, сколько обращений мы сделали людям, у которых на сервисах есть функция автопостинга, нам кругом все, блин, отказывали, никто не хотел делиться этой функцией. В итоге мы нашли программиста, который написал нам автопостинг ВКонтакте с ноля. Кто знает, что такое автопостинг, круто, классно, кто не знает, что такое... Ну, я еще раз говорю, автопостинг, он уже включен в VIP-статус, уже там есть, все, за него отдельно платить не надо. Кто не знает, я сейчас быстренько на пальцах объясню. Автопостинг работает как? Вы можете зайти к себе на стену ВКонтакте, вот так вот по правой кнопке мышки скопировать адрес ссылки какого-нибудь поста, загрузить его в автопостинг, нажимаем на автопостинг, нажимаем кнопочку запустить автопостинг, на всякий случай здесь есть видеоролик, нажимаем на кнопочку запустить автопостинг, просто добавляем сюда ссылку на пост, ну, это у меня уже токен привязан, а вам еще нужно будет токен привязать, вот здесь у вас будет кнопка обновить токен, вы на нее нажимаете, обновляете токен, и тогда вот эта кнопка у вас будет доступна запустить автопостинг. Вставляете сюда ссылку на пост, выбираете интервал, например, 2 часа, нажимаете запустить, и наш сервис в автоматическом режиме каждые 2 часа будет удалять вот этот пост с вашей стены и заново его публиковать. Таким образом, посты, ваши посты, вот здесь вот в новостной ленте, будут на самом видном месте, на самом верху висеть. Один аккаунт, один автопостинг. Думаю, здесь ничего сложного нету, да? У вас один аккаунт, один вип-статус, естественно, вы можете запустить только один автопостинг. Если вам этого недостаточно, после того, как вы запустите, у вас здесь будет еще одна новая кнопка, добавится третья, там будет написано «Докупить слот». Если вы докупите слот, вы можете запустить, например, 2 поста на автопостинг, да? Но это еще не самое классное. Самое классное то, что наш автопостинг работает еще и в группы. То есть по классике автопостинг работает как? Вот вы запустили на своей странице ВКонтакте, все вот пост работает на рефрешинге, да? Удаляется, публикуется, удаляется, публикуется, все круто. Но наш автопостинг, он работает еще и с группами. С группами, в которых вы являетесь администратором. То есть если вы ведете какую-то группу, ну вот в моем случае, например, Миротворческое объединение Хакни, да, и администратор этой группы, я могу точно так же здесь сделать какую-то запись, точно так же копировать ссылку, копировать адрес ссылки, точно так же загрузить ее в автопостинг, и оно точно так же будет удаляться и публиковаться, удаляться и публиковаться. Я к чему сейчас это говорю, как раз вопрос докупки слота. Смотрите, у вас по дефолту доступен только один слот, вы можете запустить только один автопостинг, например, к себе на стену, но если вы хотите еще и в группе публиковать одновременно на автопостинге, чтобы посты работали, да купите себе слот, он стоит 2 доллара, не на месяц, а до того момента, как у вас кончится випка. То есть автопостинг привязан к вип-статусу, то есть ваш основной слот закончится, вырубится, когда у вас закончится випка, и купленный слот тоже закончится, когда у вас кончится випка. В принципе, ребят, это все. Как настроить вип-рекламу? Ну, допустим, я знаю, вы зашли на сервис, вы купили себе випочку, у вас вот здесь вот появится кнопка настройка вип-рекламы. Это вот та самая реклама, которая вот здесь вот наверху в топ-предложении, и вот здесь вот справа, которая вам дается бесплатно. Если у вас вип-статуса нет, у вас вот этой кнопки не видно. Давайте поехали по вопросам. У кого какие вопросы, у кого какие дополнения. Почему автопостинг не доработан? Все нормально работает. Смайлы не все грузятся. Ну, смайлы, да, это, скорее всего, сам ВК тормозит. Ну, делайте посты без смайлов, ничего страшного. Да, по автоматизации, по программе мы сейчас дойдем. На данный момент то, что касается самого сервиса. Количество знаков в автопостинге очень сильно ограничено. Вроде бы ничего не ограничено, мы расширили лимиты. То есть мы делаем предупреждение, да, что лимит ограничен, но, насколько я знаю, технари вроде уже поправили этот момент. Я на всякий случай проверю, еще уточню, но мы вроде бы расширяли лимиты до 9000 знаков, если я не ошибаюсь. Все, ребят, смотрите, то, что касается основных функций сервиса, на этом все. Но, если вы еще покупаете себе випку, вам еще доступна такая штучка, как наша уникальная программа, которая называется HackVKBot. Вот здесь вот она доступна. После того, как вы купите себе вип-статус, вы можете эту программу скачать. Она точно так же привязана к вип-статусу. Все ролики по активации программы, как ее скачать, как ее запустить, здесь все есть. Давайте я поделюсь ключевыми функциями, которые, в принципе, может эта программа выполнять. Во-первых, программа, она, в принципе, заточена именно под ВК, поэтому она называется HackVKBot. Она не используется ни в каких других местах. Здесь огромный, на самом деле, функционал. Можете вот сюда зайти, почитать. Здесь начинается от чего? От автодобавления заявок в друзья и заканчиваем мы чем? Так, планировщик, это понятно. Рассылка сообщений по беседам ВК. Огромное количество функционала. Ключевые моменты здесь какие? Например, автодобавление заявок в друзья, не классическое. Программа может принимать заявки в друзья ВКонтакте и отправлять им, например, голосовое сообщение. Это очень круто работает. Вот, настройка голосовых сообщений. А авторотации на других сервисах ротации, например, на ЛидерПиара, которые, кстати, нам официально разрешили, разработчики сервиса ЛидерПиара, они нам официально разрешили использовать нашу программу на их сервисе. Так что здесь никаких проблем с этим не будет, поэтому я, собственно, открыто говорю об этом сервисе. У нас никаких с ними, собственно, нету недопониманий. Да, мы официально это все обсудили. Да, они разрешили нам использовать нашу программу на их сервисе. Так что здесь все путем, так скажем. А программа также может проводить лайв-трансляции ВК, то есть по расписанию может там трансляции вот здесь вот проводить. Ну, я думаю, вы тысячу раз такое видели. Здесь вот, вот она, пожалуйста, начала прямую трансляцию. Это по-любому сделано через программу. То есть вот наша программа именно это, может именно это и делать, да. Что там еще? Автосторисы она запускает, чтобы у вас сторисы там каждые два там или час там или два часа, ну, с определенным интервалом автоматически, чтобы у вас добавлялись сторисы в вашу стену, в вашу ленту ВКонтакте, да, или где-нибудь там, в ленте, да, в ленте, правильно. Вот, дальше что? Ну, вот они, сторисы на автомате. Рассылка сообщений по группам ВКонтакте, по беседам ВКонтакте и так далее. Ребят, огромный функционал у программы. Я потрачу очень много времени, чтобы рассказать его весь, поэтому вам проще будет это все самостоятельно изучить. Огромное количество роликов. По навигации по сервису, ребят, смотрите. Во-первых, не забывайте заглядывать вот в этот вот раздел. Навигатор сайта. У нас один из основателей, Александр Смирнов, он делает очень крутые, классные ролики. И здесь, собственно, в этом разделе все показано. Как, какую функцию запускать, как она работает, с какими интервалами, как запустить ее правильно, неправильно и так далее. То есть, Александр здесь делает крутые, вообще прям бомбовые ролики. Я рекомендую вам все это дело изучить. То есть, вот начиная с вопроса, как зарегистрироваться, да, и заканчиваться, чем, как раз, вот как запустить видеорекламу. Как запустить картинки в посты, вот как раз кто-то спрашивал, да. А вывод денег с телефона, как поднять посты, как попасть в веб-ленту и так далее. То есть, вот Александр делает вообще крутые, классные ролики. Обязательно прям все это дело посмотрите. Также можете обращаться к предыдущим вебинарам. И здесь есть раздел записи вебинаров. Ну и плюс ко всему, плюс ко всему, мы еще и планируем огромное количество обновлений. Поэтому я рекомендую, собственно, всем подписаться на нашу группу ВКонтакте. Где она у нас, по-моему, в разделе «Контакты» есть, если я не ошибаюсь. Заходим сюда, да, вот она, наша группа ВК. Нажимаете сюда, заходите в нашу группу ВКонтакте, либо в нашу группу в Телеграме. Еще по разделу «Контакты» вся техническая поддержка, все технические специалисты практически круглосуточно онлайн. Огромное количество вариантов связи с техническими спецами, просто огромное. Здесь и почта, здесь и скайпы, и телеграммы, и ВК, и даже удаленный доступ есть. Просто это вот удаленная техподдержка по программе. Огромное количество вариантов связаться с техподдержкой. Поэтому мы не классические сервисы, да, где-то до техподдержки не достучишься. Мы практически всегда онлайн, ребят. Все, в принципе, на этом все. Смотрите, постарайтесь, в общем, за випочку надо поработать. Все, ребят, у меня на этом все. Вы большие молодцы, что пришли. На связи был Евгений Жибанов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok